Субтитры создавал DimaTorzok Как менялись доходы и расходы крымчан за последние пять лет? Ощутим ли разрыв в доходах и расходах между жителями разных городов Крыма? И почему растут расходы в соседней России? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте! Напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Ну и следите за Facebook и YouTube-трансляциями Крым Реалии, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Аннексированный Крым попал в российский рейтинг регионов с наименьшей покупательской способностью. Речь идет о покупательской способности жителей малых и средних населенных пунктов. Анализ провело Российское информационное агентство «Рейтинг» на основе муниципальной и региональной статистики с учетом средней стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2018 год. В Крымстате признают доходы в Крыму ниже общероссийских показателей. В то же время российские социологи фиксируют увеличение расходов россиян и желание большинства из них экономить. Крым в центре внимания Опять-таки отмечу, что сегодня в нашем эфире мы основываемся на данных агентства «Реарейтинг». Это агентство, которое входит в структуру холдинга «Россия сегодня». И вот рейтинг, который вышел не так давно, вот он о чем. Значит, прежде всего стоит отметить, что согласно этому рейтингу, крупный город, в понятии автора этого исследования, это город с населением более 200 тысяч человек. Относительно зарплат в малых и средних городах, они определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата. По крупным и средним предприятиям за 2017-2018 годы стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2018 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и аннексированный Севастополь, имеющий статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет соответствующих данных. Итак, согласно исследованию реарейтинг, зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции в России. Лишь в пяти регионах из проанализированных субъектов России и аннексированного Крыма провинциальные зарплаты оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. Что же это за субъекты, что же это за регионы, где в малых и средних городах люди живут лучше, чем в больших городах? Это такие регионы, как Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Амурская область и Еврейская автономная область. Авторы рейтинга объясняют такую ситуацию с сырьевым характером экономики регионов и, соответственно, экономические центры в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями. В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. Согласно расчетам, риарейтинг, средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц. Вот по поводу аннексированного Крыма. Средняя зарплата крымчан, обитающих в населенных пунктах с населением менее 200 тысяч человек. А это, что уж таить, это все города Крыма, кроме Симферополя. В 2018 году средняя зарплата крымчан составила, согласно официальным данным, 25 800 рублей в месяц. Это на 19% меньше, чем у жителей крымской столицы. То есть разница в зарплатах в Крыму между Симферополем и остальными городами полуострова выше, чем разница в доходах между крупными и малыми средними населенными пунктами в России. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,77. По этому показателю аннексированный Крым в российском рейтинге оказался в числе самых бедных регионов. Я напомню, что фиксированный набор товаров и услуг состоит из свыше 80 позиций. Это как базовые продовольственные, так и непродовольственные товары и услуги. И вот по соотношению зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг определяется покупательская способность населения. И по результатам, согласно выводам авторов рейтинга РИА-рейтинг, в Крыму вот эта покупательская способность, если сравнивать с российскими регионами, не очень высока. Ранее в этом году в Крымстате подтвердили, что доходы населения и среднемесячная заработная плата в Крыму ниже российских показателей. Я напомню, что президент России Владимир Путин во время визита в Крым в начале марта этого года призвал, в частности, повысить доходы крымчан. Вместе с тем есть и проблемы, мы знаем об этом, ну и вот на встречах со мной люди об этом говорили. Это повышение, прежде всего, уровня доходов крымчана-севастопольца. Это не прозвучало, если честно сказать, но это проблемы есть, мы с вами это знаем. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары. Некоторые, именно не все, но есть группы товаров, в том числе продовольственных. Прежде всего, молочка, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России. Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в Крыму за 2018 год составила свыше 4000 рублей. Это больше, чем в среднем по России и Южном федеральном округе, куда Россия отнесла Крым после аннексии. Об этом, значит, заявила замглавы крымского подразделения Росстата Наталья Григорь. Дороже всего в корзине крымчан обойдутся, опять-таки, молочка, фрукты, овощи и мясо, отмечают в Росстате. У нас есть возможность обсудить все эти цифры, всю эту информацию с нашей гостьей с нами на прямой телефонной связи. Это Елена Горина, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Елена Александровна, добрый день. Здравствуйте. 12% разница в размере в зарплатах между крупными городами и средними малыми городами, да, согласно вот этому рейтингу агентства РИА Рейтинг. Это насколько реалистичен этот показатель и является ли этот разрыв проблемой? Вы знаете, ну насколько реалистичен тут не мне судить, тут надо смотреть методику, да, смотреть какие показатели. В принципе, я считаю, что это не проблема, это, как сказать, это объективная реальность, да, когда существование внутрирегионального неравенства уровня жизни, в принципе, оно характерно для большинства регионов России, ну то есть для подавляющего большинства, и более того, в целом степень внутри регионального неравенства, если вот его измерять разными показателями, то она даже выше, чем для межрегионального неравенства. То есть для различия между, например, региональным центром и малыми городами или сельскими поселениями в большинстве показателей уровня жизни, они будут достаточно высокими внутри одного региона. Но это вообще не является проблемой. Я правильно понимаю, то, что существует вот эта разница, она, наверное, присуща, ну не только, скажем так, российским городам? Конечно, но это отражение объективной реальности, в первую очередь отражение того, что в крупных городах концентрируется, понятно, более конкурентоспособное производство, и деловые услуги, определенные финансовые услуги, да, которые являются наиболее высокооплачиваемой занятостью. Кроме того, если мы говорим о сравнении региональных центров и более мелких поселений, да, малых и средних городов, то не следует забывать, что в региональных центрах определенный вклад в размер заработной платы вносит и наличие органов государственной власти, да. То есть, в принципе, более высокий показатель зарплаты, как видно из этого рейтинга, в принципе, характерен для большинства регионов именно для региональных центров. Исключение составляют только те регионы, в которых есть добывающая промышленность, да, нефтегаз в основном, и поскольку эти добывающие предприятия рассредоточены по регионам и, как правило, находятся не в региональных центрах, а в каких-то небольших городах, как, например, в Малоненецком округе, или как, например, в Кемеровской области, или как, например, в той же Якутии, да, алмазы добываются, мы знаем, не в Якутске, а в Мирном и так далее. То есть, это вот такие вот исключения. А общее правило все-таки опережения регионального центра по зарплате. Елена Александровна, ну вот согласно этому рейтингу в Крыму все-таки цифры похуже. То есть, разрыв между доходами в Симферополе и остальных городах – это около 19%, но я уже, если я вас правильно поняла, вот этот разрыв – это не очень большая проблема. Но, тем не менее, по покупательской способности в Крыму получается ситуация хуже, чем в российских регионах, и, в принципе, в Крымстате это не скрывают, и в Росстате это не скрывают. У меня вот какой к вам вопрос. Есть ли какие-то объективные причины, почему в Крыму ситуация сейчас складывается хуже, чем, например, даже вот в соседнем Краснодарском крае? Ну, знаете, если посмотреть на этот рейтинг, да, там 81 регион, да, за исключением вот Москвы, Питера и Ингушетии, а, да, и Севастополя, собственно, да, то есть взяли остальные регионы. Вот из 81 региона Республика Крым на 59-м месте. И, в принципе, если брать регионы с похожей структурой экономической, да, то есть если брать регионы с более такой аграрно-промышленной структурой экономики, да, то есть где все-таки на первом месте больше сельскохозяйство идет, да, чем какие-то добывающие отрасли, более такие вот, где концентрируются более высокоплачевые занятия, то мы, в принципе, видим, что в основном регионы такого плана, как с такой же экономикой, да, примерно, как Республика Крыма, они, в принципе, концентрируются примерно в том же вот десятке, да, это и Ростовская область, там хуже ситуация и в Пензенской, и, насколько там я помню, в основном регионы юга, то есть они юга России, и южного федерального округа, и там северокавказка, тем более, они все вот в нижней части списка, поэтому я бы не говорила, что там ситуация как-то выдающимся каким-то вот своим... Как-то отличается, но... Как-то выдаётся, да, своим проблемностью, но на, скажем так, на фоне тех регионов, с которыми следует сравнивать по сопоставимой структуре экономики, да, по сопоставимой структуре формирования заработных плат на рынке труда. Просто вот этот вопрос доходов крымчан, он как-то время от времени возникает и в публичных заявлениях политиков в том числе. Вот мы приводили комментарий президента России Владимира Путина, когда он приезжал в Крым 18 марта, он дважды обратил внимание на то, что доходы крымчан необходимо повысить. В связи с этим к вам, Елена Александровна, такой вопрос. А можно как-то вот повысить доходы, если такое указание даёт президент? То есть есть какие-то механизмы, которые могут задействовать власти для того, чтобы повысить доходы граждан? Ну, конечно, в принудительном порядке есть такие механизмы, насколько они могут работать эффективно. Но смотрите, да, структура доходов, с чего она складывается. Я сейчас конкретных цифр именно для Крыма не смогу привести, но если брать среднероссийские данные, то основная часть это, конечно, заработная плата, да, то, что называется открытая часть заработной платы. Примерно это 40% составляет в структуре оплаты труда, да, чуть выше. И практически 20% социальной выплаты, то, что называется. Туда входят пенсии, туда входят все пособия. И, в принципе, вот именно эти две компоненты, они формируют больше 60% в структуре доходов. С учетом того, что оплата труда, это в том числе и оплата в государственном секторе, да, то есть служащих государственных или тех, кто занят в здравоохранении, образовании, то есть тем, кому зарплату платит государство, в принципе, эта часть, она может, на нее тоже может государство влиять. Да, и социальные выплаты, ну, это, собственно, тот компонент доходов, который, в принципе, сформирует государство с помощью пенсии, пособий и прочих таких социальных трансфертов. Я поняла. Я вот еще хотела вам задать такой довольно общий вопрос, почему он возник. Мы, когда готовились к этому эфиру, и вот искали разные материалы по поводу доходов, расходов крымчан, россиян, и мы наткнулись вот на какие цифры. Значит, первая цифра — это данные исследовательского холдинга «Ромир». Повседневные расходы россиян в марте продемонстрировали рекордный рост — 11%. И вторая цифра — по данным ВЦИОМ, исследовательского центра, около 70% граждан живут в режиме строгой экономии. И мы вот хотели у вас поинтересоваться, с чем могут быть связаны вот такие, могут быть связаны такие показатели. Обратили внимание просто на то, что они фигурировали в российской прессе по итогам марта. Ну, давайте тогда разделим вопрос. С одной стороны, это рост потребительских расходов, правильно я поняла, то, что Ромир зафиксировал. Но здесь, с одной стороны, влияет восстановительный рост заработных плат и, в принципе, доходов. Потому что на протяжении нескольких лет, с 2014 года, реальные доходы населения понемножку теряли в связи с экономическими причинами. Но был определен такой небольшой падение. Сейчас, в основном, за счет заработных плат, за счет поднятия пенсии, есть определенный восстановительный рост. Это первое. Второе, данные других структур, банка России и так далее, фиксируют достаточно серьезный рост потребительского кредитования. И это тоже влияет и на рост оборота розничной торговли, и на рост потребительских расходов. Это первое, да, вопрос? Да, да. А вторая цифра была, это была цифра в ЦИОМа по поводу того, что 70% россиян сказали в вопросе, что они живут в режиме строгой экономии. 70%? Вы знаете, я этих цифр сама не видела. Тут откомментировать здесь не могу, потому что мне кажется, что очень важно понимать, как спрашивали. И спросить это можно как угодно. Это можно спросить, хватает ли вам на еду, одежду, или какие вы предпринимаете меры для того, чтобы сэкономить свой бюджет. И они там говорят, например, респонденты говорят, что они экономят на еде. Да, я поняла, но то есть у вас есть вопросы к методике расчета. Вопросы к методике, но 70% людей, которые ответят, что они живут в режиме строгой экономии, на мой взгляд, так скажем так, с нашими данными, с данными, например, мониторинга доходов, расходов социального самочувствия населения, которые проводят наши институты, они не вполне согласуются. Я поняла. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами были. Это была Елена Горина, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Поводом для разговора у нас сегодня являются результаты исследования российского агентства рейтинг, РИА-рейтинг, который составил такой рейтинг регионов России и в том числе Крыма, но не Севастополя, по покупательской способности и отметили по результатам этого рейтинга, что Крым входит в такой определенный антирейтинг по покупательской способности. Обратили внимание на то, что, например, разрыв между зарплатами в Симферополе и остальных городах Крыма держится на уровне 19%. Этот показатель считается по сравнению с российскими регионами, скажем так, хуже, чем в российских регионах. И в Крымстате мы отмечали, что не скрывают то, что доходы в Крыму ниже общероссийских показателей. Вот об этом, обо всем мы сегодня в нашем эфире и говорим. С нами на прямой телефонной связи экономический эксперт Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Я у вас сразу хочу вот спросить, как вы считаете вот эти 19%, которые составляют разницу между доходами симферопольцев и доходами жителей других крымских городов, насколько эта цифра реалистична и насколько вообще разрыв является проблемой. Добрый день. Действительно, дозвониться было очень непросто к вам сегодня. Это проблема нашей, прежде всего, крымской связи. Ну, касательно разрыва, я думаю, он вполне отражает реальную картину, как в Крыму, так и в целом в Российской Федерации. Она говорит о том, что жители центральных городов, а тем более столичных, областных или республиканских центров, живут побогаче, чем регионы. Ну, это, в общем, тенденция, которая была и в советское время. Куда ехали всегда наши бабушки с дедушками за продуктами? Ехали в город Симферополь. Откуда? Из Джанкоя, к примеру. Ну, то есть в столице всегда все лучше и возможность заработать тоже. А потом наши родители ехали и покупали в Симферополь то, что произвели там в хозяйстве. Ну, такой был парадокс плановой социалистической системы. Ну, он до сих пор не изжит, к сожалению. Ну, а это нормальная ситуация? Вот мне тоже кажется, что это определенный, ну, я не знаю сказать, определенный результат вот этой вот такой системы, которая была при Советском Союзе, когда был центр, и в центре ты мог и лучше заработать, и лучше, ну, в принципе, как-то лучше обустроиться. Но насколько это характерно для, ну, скажем так, допустим, стран Запада, что есть такой разрыв между доходами? Совершенно зрите в корень. Я хочу сказать, что главное отличие постсоветских государств, ну, и Россия здесь, наверное, один из ярчайших примеров, что у нас сохраняется по-прежнему так называемый раздел города и деревни, да, то есть центра и провинции, столицы и регионов. А в странах западной демократии практически отсутствует такое понятие, как провинция. Что такое сейчас, скажем, маленький городок в той же уже теперь Польше? Это тот город, где качество всех услуг, предоставляемых там, муниципальных, образовательных, медицинских и прочих, ничуть не уступает, чем услуги, которые оказываются в любом столичном городе, или там, скажем, в областном, в Айводском и так далее, штатском городе. У нас, к сожалению, по любому поводу люди вынуждены ехать там и с болезнями со своими, в том числе за продуктами питания, в основном в столичные какие-то места, чтобы там что-то приобрести. Там это можно сделать и чуть дешевле, и более качественно. К сожалению, вот по-прежнему сохраняется вот эта такая негативная традиция, как мне кажется. А можно ли сказать, что это как-то пытаются поменять? Я почему спрашиваю? Потому что Сергей Аксенов очень активно ездит по крымским городам, по районным центрам, например, и он вроде как пытается решать проблемы этих городов, там та же Керчь, та же Феодосия. Как-то Крым движется в направлении того, чтобы вот этот разрыв и в качестве услуги, и в плане доходов уменьшался? Знаете, господин Аксенов, конечно, может ездить по городам и еще куда-нибудь дальше, потому что он ездит на конзенном бензине и, как говорится, за бензин не платит. Так же, как и за автомобилем. А преодолеть этот разрыв в условиях экономики, которая на 70% состоит из государственного сектора, на мой взгляд, невозможно. Почему? Потому что по-прежнему пытаются решить вопросы распределения, вопросы доступности продуктов питания, товаров и услуг с помощью государственного регулирования, что является в корне неверным в условиях рыночной экономики. В условиях рыночной экономики главным регулятором является наличие большого количества субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают схожие услуги и наличие между ними конкуренции. Когда конкуренции нет, то, что мы имеем в Крыму, к примеру, когда у нас фактически есть ряд мелких монополистов крымских, которые могут диктовать нам любые цены на завозимые там с материка продукты, и нет других каких-то, скажем, торговых сетей, либо крупных, либо хотя бы даже средних поставщиков вот этих товаров, которые могли бы предложить альтернативные, скажем, цены и так далее. Поэтому мы это наблюдаем во всех сферах. И на топливном рынке, например, то же самое, что у нас две, грубо говоря, работают основные сети заправок, и они очень успешно предлагают нам самый высокий бензин. Ну и то же самое с продуктами питания, к сожалению. Александр, я хочу успеть задать вам еще один последний вопрос по поводу покупательской способности. Вот согласно этому рейтингу, результатам исследования РИА-рейтинг, по покупательской способности Крым, ну вот если сравнивать с российскими регионами, ну коэффициент не очень хороший. Я хотела вас спросить, вот как меняется покупательская способность, менялась в Крыму за эти пять лет, или вы можете выбрать любой период, просто для того, чтобы понять, как в этом плане ситуация меняется, не меняется, в худшую или лучшую сторону? Ну, этот вопрос очень хорошо мне знаком, поскольку мы еще, начиная с 2014 года, очень внимательно отслеживали цены, как они менялись в Крыму, начиная с 2014 года после всех этих известных событий. В 2014 году мы получили шоковый рост цен. Статистика утверждает, что это был рост на 42 или на 47%. В действительности мы наблюдали рост цен на товары и в 150%, если говорить по молоку или, например, по яйцу, и еще по каким-то другим позициям. В дальнейшем рост цен уже был не столь страшный, не то чтобы не столь страшный, а не столь огромные цифры, но тем не менее они были двухзначными, я имею в виду в плане прибавления к стоимости для нас потребителей. И я думаю, что на сегодняшний день цены для нашего крымского потребителя, они неподъемны. Я думаю, что значительная часть населения крымчан затрачивает большую часть семейного бюджета на то, чтобы выжить в условиях этих стремительно дорожающих цен. И если вы помните, что в начале года там и НДС добавился на 2%. Да, ну то есть спасибо вам большое. Это был крымский экономист Александр Басов. Мне кажется, эта тема, она заслуживает внимания даже для того, чтобы ее как-то отделить и поговорить об этом в эфире еще при случае. Вы слушаете радио Крымреалии. Мы сегодня обсуждаем доходы-расходы крымчан и вообще покупательскую способность в принципе. И вот с нами на прямой телефонной связи украинский экономист Александр Савченко. Александр, я вас приветствую. Сразу вам такой вопрос. От чего зависит покупательская способность граждан? Это первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли как-то повлиять со стороны властей на рост доходов граждан? Так, от чего зависит? Она зависит от двух факторов. Первый – это от номинальной заработной платы. То есть, или ваших доходов, если у вас кроме заработной платы есть еще доходы. Например, от сдачи в аренду, жилья или получения процентов по банкомским депозитам. И вот эти доходы, они называются номинальные. Они не учитывают реальные. Чтобы получить реальные доходы, нужно от номинальных доходов убрать процент инфляции. И чем выше процент инфляции, тем больше реальные доходы отличаются от номинальных. Вот в западном мире норма инфляции есть приблизительно 2%. Ну, для всех стран. В странах, которые развиваются, к сожалению, инфляция намного больше. Подчас, в период кризисов она может достигать и 50%, а то и 100%. А в спокойные времена она имеет тенденцию к снижению. Ну, например, в Украине инфляция в прошлом году была где-то 9,7%. В России, я не верю в статистике России, но меньше 5% это точно. То есть, чтобы получить реальные доходы, нужно от номинальных вычислить и 5%. И вот так получаются реальные доходы. То есть, они учитывают эффект повышения цен. И теперь второй вопрос. Может ли правительство или государство влиять на доходы? Конечно, только оно и может влиять. Причем тоже через два механизма. Первый механизм, как правительство в западном мире повышает доходы. Оно создает условия для эффективного ведения бизнеса. То есть, для притока инвестиций, для дешевых кредитов. И бизнес генерирует все больше продукции, а вместе с этим генерирует и высокие заработные оплаты. Спасибо вам большое. Вынуждены мы заканчивать. Это был Александр Савченко, украинский экономист. Обязательно вернемся еще к этой теме. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова